Больше, чем деньги, Эмили любит только науку. А вот Зои в этом совершенно не заинтересована. Самое время для селфи. Мои фото обязаны набрать много лайков. Этот эксперимент обязан пройти так же, как в учебнике. Аккуратно. Так, хэштег химия, хэштег люблю учиться. Зои, будь добра, подай синюю пробирку. Какое тут шикарное освещение. А, у нас пожар? Надо срочно потушить чем-то огонь. Обеим девушкам стоило быть внимательнее при работе с реагентами. Что ты делаешь? Зачем ты портишь купюры? Тут ведь есть огнетушитель. Он уже не нужен. Ты вообще деньги не бережешь. Надо было заснять это на видео. Я, получай. Эй, Роберт, вернись в реальность. Вы меня звали? Да, как ты думаешь, почему я не могу стать такой же популярной? Может, стоит поменять стиль? Хм, и что же мне тогда надеть? Думаю, нечто более гламурное. Ладно, последую твоему совету. Вау, почему она так одета? Совет охранника действительно помог Эмили. Теперь все взгляды направлены только на нее. Как вам мое новое платье? Но как ты будешь в этом бегать? У нас сейчас по расписанию физкультура. Да уж, не повезло. Ну, мы пойдем. В следующий раз Эмили явно будет предусмотрительнее при выборе наряда. Это ты во всем виноват. Но я ведь хотел вам помочь. На вечеринке все внимание приковано к самой популярной девчонке. Но не всех устраивает такой расклад. Алло, я хотела бы заказать самый красивый букет. Пока все веселятся, у ботанши Эмили созрел план, как привлечь к себе интерес. Кто же подарил мне эти цветы? Йоу, дамочка, точно не я. Не отвлекайте меня, я занят. Ладно, ладно. Кто же этот тайный поклонник? Без понятия. И почему все ведут себя так, будто им все равно? Ребята, как вы думаете, кто прислал мне этот букет цветов? И даже записки нет? Нет, и никто не признается. Может, это Эндрю? Неужели Эмили смотрит в мою сторону? Кажется, это мой шанс. Уверена, мне его отправил какой-то красавчик. Здравствуй, Эмили. Наконец-то ты оценила мои знаки внимания. Твои? Кажется, это судьба. Вау, вот это зажигательные танцы. Никакого соперничества, только веселье и энергичные движения. Это еще что за картонные мабутены? Золушка, неужели ты даже нормальную обувь не можешь купить? Ох, Эмили. Сейчас я покажу, что к чему. Зачем бедной Зои дорогие туфли, если красавчики и так готовы носить ее на руках? Ловлю. Я думала, такое только в сериалах возможно. Это было эпично. Дерзай, Эмили. Теперь моя очередь. Нет! Мисс Эмили. Эмили явно надеялась, что ее словит какой-то симпатичный парень, а не телохранитель. Успел. В моих руках вы будете целы и невредимы. Ну, почти невредимы. А-а-а! Ты сделал только хуже. Ну, я же... Ну, как же... Простите меня еще раз. Я не знал, что так получится. Поехали уже. Мой организм чувствует недостаток энергии. Роберт? Да? Я голодна. Организуй мне ланч. Хорошо, сию минуту. Ожидаю. Не хочешь пойти и купить что-то поесть? Ха, ты лучше посмотри, чем обедает наша всезнающая богачка. Это вообще съедобно. Давай спросим. Будучи состоятельной, Эмили отдает предпочтение дорогим и необычным блюдам. Хотите попробовать? Конечно. Роберт, подготовь этих двоих к трапезе. Зачем нас готовить? Королевский ланч требует соответствующих правил за столом. И зачем мне слюнявчик? Все блюда приготовлены лучшим поваром Франции. Эй, кто берет еду руками? Ай, она меня ударила. Больно? Немножко. По правилам этикета, есть надо с помощью специальных приборов. И маленькими кусочками. Да так вообще возможно наесться. Эй, выглядите голодными. С вами поделиться картошкой? Вот это другое дело. Налетайте. Ах, что происходит? Эй, смотрите, я Эмили. Уроки хороших монет оказались для ребят слишком занудными. Не забываем про пальчик. Едим фастфуд, как аристократы. Я тигр. У тебя неплохо получается. Роберт, да как он посмел. Ему конец. Ой, я лучше пойду. Столько лайков благодаря какому-то топику? Что? А меня никто так и не лайкнул. Не верю своим очкам. Эндрю, срочно иди сюда. Да. Ты обязан достать этот топ любой ценой. Будет сделано. Ты действительно сшила его сама? Да, это заняло немного времени. Круто. А это еще кто? Ой, извините за беспокойство. У меня к вам деловое предложение. Я хотел бы купить ваш топ. Я согласна. Дело в шляпе. Вот, как вы и просили. Отлично. Свободен. Теперь это Зои. Больше не будет такой популярной. Мир моды готовься. Зои не нужны дорогие материалы, чтобы сшить красивую вещицу. Креативность, талант и немного картона. И вуаля. Тео, привет. Проходи. Крис, рада тебя видеть. Отлично выглядишь, Роуз. Лео, сто лет не виделись. Какой забавный бантик. Каждый обязан получить по атрибуту. Итак, все готовы. А теперь время для селфи. Скажите чеддер. Чеддер. Что? Вечеринка бедных? Эндрю, перенеси сюда свои молекулы. Чем могу помочь? Я хочу вечеринку. Круче, чем у этой беднячки. Я вас понял. Будет выполнено. Проходите, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Хотя вряд ли у вас такой же дорогой дом. Круто. Не спешите. Сначала фейс-контроль. Кто решит это уравнение, проходит на вечеринку. Что за урок математики? Пойдем отсюда. Незачем на это время тратить. Ура, наконец повеселюсь. Постойте. Для начала решите это уравнение. Веселиться с мисс Эмили могут только самые умные. Легко. И вообще это не уравнение, а не определенный интеграл. Вот это да. Привет, Эмили. У тебя тут так весело. О, чипсы? Миссис Бейли? Серьезно? Эмили не стоило устраивать такие строгие проверки. Если она не хотела, чтобы единственным гостем на ее вечеринке была скучная учительница. Я уже устала пытаться его услышать. Эй, Тео! Сам Колумб считал, что открыл путь в Азию. Но он заблуждался. Ведь открыл он кое-что другое. А именно Новый Свет, Америку. Какой бы материал ни рассказывал мистер Роджерс, ученики его не запомнят. Ведь учитель говорит слишком тихо. И его попросту не слышат. Представляете, мой дедушка научился ездить на скейтборде. Лишь Эмили, будучи отличницей и прилежной студенткой, пытается услышать преподавателя. Эй, сюда некоторые учиться пришли, а вы мешаете. Да мистера Роджерса и без того нельзя услышать. Ах так. Роберт, чем могу помочь? Сделай так, чтобы я слышала только учителя, а не гул задних парт. У меня есть идея. С такой дорогой аппаратурой лекции мистера Роджерса услышит весь колледж. Выглядит как подготовка к концерту. Это для меня. В общем, так и началось великое противостояние. Теперь учителя точно никто не сможет перебить. Вам лучше надеть это. Зачем ей шлем в виде ежика? Готово. Интересный прибор. Наверное, мне стоит говорить в него громче. Студенты, я надеюсь, вы все записываете. А-а-а. Вот теперь я все прекрасно слышу. Совсем другое дело. И никто не отвлекает. С такой акустикой студенты не пропустят ни грамма информации. Помогите. Золотая книга? Почему нет? Эмили может себе это позволить. Зато у меня есть крутой смартфон. И кому ты звонишь? Картонному бойфренду? Ха-ха-ха. Зануда. А что смешного? Вообще-то это новый тренд. Да, смотри. Картонные девайсы – это модно. Хоть у бедной Зуи и нет денег, ее друзья всегда готовы поддержать подругу. Очень удобный пауэрбан, кстати. Ага, и смартфон. Вот же чудики. А что бы ты выбрал? Быть популярным или богатым? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк. Подписывайся на наш канал. И не забудь нажать на колокольчик. До встречи!